Ну, начнем мы с того, что представимся и расскажем немножко о себе. Да, начну с себя, Федор, извини с проблем. Да, в аналитике я с 2006 года, когда пошел должность, собственно, аналитика в агентство исследований рынка. Я в 2009 году попал в компанию SunDev международную, где так получилось, что я связал свою судьбу с ценообразованием. То есть я проводил много исследований там и постепенно переключился на какие-то более стратегические вещи. То есть начал участвовать, собственно, в разработке стратегии ценообразования и так далее. Потом был опыт в компании Philip Morris, в компании Mars. В 2015 году переехал в Дублинский хаб и там полтора года входил Европейский комитет по ценообразованию данной компании. Это порядка было сначала 32 страны, потом 50 уже потом стало неважно. После 30 уже все равно. Так и в жизни. Да. Как и в жизни. И в 2018 году я присоединился к компании Компитера в качестве дата-сайентиста. И еще в этом году провел блог по исследованиям рынков Киевской академии медиа-искусств. Что коррелирует с DataArt. Теперь мое время представляться. Меня зовут Федор Наврузов. Я в аналитике не так давно, как Владимир. Всего лишь с 2011 года успел поработать в украинских и международных компаниях. Потом действительно понял, что пора заводить трактор и переезжать с аналитики больше в анализ данных и машинное обучение. Попробовал все это поизучать и поприменять в компаниях таких как X-Prom Evo Company, Cognance, Speak with the Geek. Потом я сломал руку и нечем было заниматься, пришлось открыть Kegel-деятельность. Стал Kegel-экспертом, поучаствовал в некоторых хакатончиках, провел также пару курсов для киевских студентов в рамках Ukrainian Data Science Club. А в 2018, как и Владимир, присоединился к компании Компитера. И сейчас тоже помогаю компании становиться лучше, внедрять новые решения. Насколько у меня это получается. Сегодня мы об этом немного расскажем. Да. И, собственно, исходя из наших представлений, примерно можно представить, кому какие вопросы задавать. Поскольку, я так понимаю, здесь микс аудитории и из бизнес-аналитики, и из IT. То есть я скорее лучше или, по крайней мере, неплохо вам смогу ответить на вопрос, как увеличить продажи или как вырастить продажи. А Федор ответит на любые суперсложные технические вопросы. Или дам соответствующую ссылку на Stack Overflow. Стараемся. Да. Ну все, начинаем. Ну, с определения начнем, чтобы, как говорится, быть на одной странице. Машины обучения мы понимаем как класс алгоритмов, которые являются непрямым решением задачи, способные обучаться по прецедентам. То есть выявляют некие эмпирические взаимнозависимости в данных. И машинное обучение в ритейле – это класс задач машинного обучения, которые призваны либо оптимизировать, либо автоматизировать повторяющиеся операции или процессы в розничной сети. И есть, ну на самом деле, достаточно много классов задач. Но мы сейчас все-таки остановимся на определенных классах, которые приводят к увеличению продаж. И начнем мы с оптимизации процессов. На самом деле, машинное обучение способно решать достаточно много задач по настройке и оптимизации того, что касается операционной деятельности розничной сети и операционного маркетинга, так называемого. Ну, например, это оптимизация логистики цепочки поставок, да, то есть вовремя заказать товар у нужного поставщика так, чтобы не было аутовстоков и так далее. Это и оптимизация ассортимента, то есть какой товар и в каких магазинах должен быть на полках, чтобы оборот с квадратного метра был максимальным, то в штуках или в деньгах. Ценообразование наш конек, поскольку даже на нашем логу написано, что компьютеры это прайсинг-платформ, и, собственно говоря, это то, на чем мы в первую очередь специализируемся, машинное обучение для ценообразования. И также такая достаточно горячая тема, как оптимизация расходов на маркетинг и рекламу, поскольку часто задают вопросы маркетингу, да, вот вы потратили столько-то денег, а где рост продаж или там какой возврат на инвестиции от ваших действий. Вот благодаря алгоритму машинного обучения можно в том числе попытаться ответить на этот вопрос, хотя это очень и очень непросто. Следующий класс задач – это задача прогнозирования, и достаточно одна из самых популярных – это прогноз продаж, он же демант планирования, он же бизнес планирования. И здесь тоже есть над чем поломать голову, потому что набор факторов, которые влияют долгосрочно на продажу, да, например, с горизонтом в год, и характер этого влияния, и волатильность – они просто сумасшедшие. Поэтому, как брал всем тем, кто пытается решить эту задачу, мы пока даже не приступали к этому, пока боимся. И прогноз эффективности места расположения, времени работы магазина, ну или любой точки взаимодействия с покупателем или клиентом. И последняя задача, класс задач, которую хотелось упомянуть – это персонализированные рекомендации, когда алгоритмы спускаются на уровень каждого конкретного клиента или посетителя, веб-сайта, магазина, неважно, и пытаются подобрать для него пакет предложений, который максимально соответствует его истории, его поведения, взаимодействия с брендом, его профилю и так далее. Для того, чтобы, скажем так, value от этого клиента, выручка от него была максимальной, но при этом, чтобы человек остался доволен. Здесь есть очень много всяких тем. Есть рекомендации товаров, в частности, на розетке, на Амазоне, когда вы что-то покупаете, вам еще предлагают иногда в комичной форме, правда, что еще с этим покупают. Например, не знаю, там какие-нибудь плазмы покупают с утюгами, но это уже вопрос к алгоритму, который используется. Управление системами CRM, кому и что отправлять, чтобы отклик был максимальным. Чат-боты, персональные ассистенты – это Alexa и так далее. И тоже такие достаточно своеобразные алгоритмы, которые определяют… Ну, вот человек зашел в магазин, во-первых, считывается его пол, его примерный возраст, а также эмоциональное состояние. Например, в Киеве тоже есть такие магазины или торговые центры, заходя в которые вы оставляете такой цифровой след в виде записи о вашем поле, примерном возрасте и так далее. И, наконец, такая очень свежая тема, но очень быстро набирающая обороты, которые объединяют в себе много чего из рекомендаций. Это так называемый e-commerce. Это автоматизированная коммерция, которая подразумевает, скажем так, автоматический анализ поведения клиента, автоматическое определение потребностей в товаре, автоматический заказ, биллинг и доставку, там, какими-то дронами, условно говоря. В США и в Китае сейчас эта тема набирает обороты, и, в принципе, потребители не против. Например, согласно недавнему опросу, это начало 2018 года, 80% китайских домохозяйств не против, чтобы искусственный интеллект сам анализировал содержание холодильника и оперативно дозаказывал еду, которая у них заканчивается. Ну и, соответственно, списывал деньги, если что-то доставлял, так что им это было комфортно. Вот. Ну и поскольку мы продуктовая компания, мы будем говорить о продукте сегодня. И есть, ну, определенные требования к этим алгоритмам и их оболочке, да, то есть это не просто должна быть некая формула, хоть и суперсложная, но нужно, чтобы этот алгоритм, этот продукт, да, он умел решать сразу много задач. Во-первых, он должен обучаться, как мы уже сказали. Во-вторых, он должен уметь предсказывать, да, продажи, то есть какими будут продажи и что на это влияет. Он должен уметь решать задачу оптимизации, то есть находить оптимум какого-то признака, который влияет на продажи. Он должен уметь рекомендовать с нужной частотой, в нужном объеме. Если, скажем, это, ну, некий e-commerce, у которого 2 миллиона товаров, и приоценка происходит каждый день, то, соответственно, продукт должен уметь выдавать 2 миллиона рекомендаций в день. И, наконец, интегрируется, потому что у каждого клиента своя как-то среда, в которой живут их данные, и, соответственно, данный продукт, он должен либо в виде интерфейса, либо в виде отпишки он должен входить в эти системы клиента и, соответственно, становиться незаметным и привлекающим вниманием только выполнять свою роль, то есть давать рекомендации, повышать продажи. Вот. И если конкретно поговорить о ценообразовании и применении машинного обучения к ценообразованию, то с ценообразованием есть целый ворох проблем, которые не дают спокойно жить прайсинг-менеджерам, ревеню-менеджерам, категорийщикам, бренд-менеджерам и так далее. И это все комплексно можно охарактеризовать как проблема непроницаемости будущего. Что это означает? Ну, во-первых, реакция спроса на цену, она нелинейная, да? То есть где-то товар больше реагирует на цену, где-то меньше. Есть некие пороги преломления вот в этой вот функции эластичности, где происходит непропорциональный рост или непропорциональное падение продаж при, казалось бы, незначительном изменении цены. Второй момент – это многофакторное влияние. То есть влияет не только лишь абсолютное значение цены, но и влияет относительная доступность относительно других товаров внутри бренда, внутри категории, внутри торговой точки. Тот же товар по сравнению с конкурентами, то есть этих факторов может быть на самом деле десятки. То есть это стороны одного и того же явления. Реакция спроса асинхронная. Что это означает? Вот если есть товары, которые покупаются с частотой один раз в месяц, да? То, соответственно, переоценив товар, вы получите реакцию покупателей на эту цену, размазанную на протяжении месяца, да? То есть кто-то придет завтра за ним, кто-то через неделю, кто-то через две и так далее. Все пропало? О, прекрасно. И, наконец, ГЭС – это реакция, зашумленная другими факторами. То есть есть столь же сильные факторы, которые влияют на продажу в тот же самый момент, как на него влияет изменение цены. И отделить одно от другого мясо от костей просто иногда бывает неимоверно сложно, да? То есть, как вы видите, есть очень серьезные проблемы, которые не позволяют просто взять и посчитать реакцию, эластичность, как по формуле, знаете, изменение продаж, деленное на изменение цены и в проценты перевести. Да, вот не работает так. Вот. А теперь, ну, предположим, что у вас возникла идея создать такой продукт. Прежде чем ее создавать, вы должны понять, кто будет покупателем вашего продукта, то есть кто ваш клиент. И, ну, скажем так, это не так просто, как кажется на каком-нибудь хакатоне, когда вы придумываете идею такого продукта. Ну, мы сначала вообще решили написать просто никак, да? Но потом все-таки у нас появилась идея, как же все-таки это сделать, чтобы обе стороны были счастливы. Чтобы вы заработали, чтобы клиенты остались довольны и наслаждались растущими продажами. Ну, первый вопрос, который вам нужно задать, это можно ли решить проблему клиента вашим продуктом. Ну, предположим, вы приходите там к своему знакомому, категорийщику или там к коммерческому директору, и говорите, вот у меня классный такой продукт, мы его сейчас будем цены оптимизировать. Он говорит, о, классно, предскажите мне продажи там на год вперед. У меня сейчас годовое планирование идет, но у вас же все равно модель предсказывает продажи. Вот предскажите мне, какие будут продажи в следующем году. А вот не ведитесь, это разные продукты совершенно. Какая у клиента бизнес-модель и кто является клиентом клиента? То есть в нашем случае, например, есть компании, которые продают конечным потребителям, они это делают очень часто, таких потребителей очень много, и получается такой непрерывный поток продаж, или не продаж, которые, собственно, легко, скажем, засунуть в некий алгоритм. С другой стороны, есть вендоры и ритейлеры, которые продают такими партиями, знаете, тот же B2B, например, к нам пришла одна компания, которая продает котлы нагревательные и другое отопительное оборудование. Ну, мы сказали, ну ладно, хорошо, давайте посмотрим на ваши данные. Оказывается, у них там 4 или 5 каналов продаж, 3 из них оптовые, один полуоптовый, потом еще какой-то розничный. Так вот, если они в опт продают там кусками, например, раз в месяц, не знаю, либо тысячу котлов они сдают, а потом в следующий раз 10 котлов, то есть совершенно невозможно такой разлет предсказать. Это называется дискретные продажи, и для этого, опять же, нужен совсем другой продукт. Есть ли у клиента необходимые данные и в каком они состоянии? Иногда даже кажется, что данные есть. Иногда даже кажется, что они в нормальном состоянии. Но это еще ничего не значит. То есть в эти данные нужно закапываться. И, например, из реальных шишек мы думали, что у клиента данные есть. Есть в библиотеке товаров, есть привязанные к ним таблицы с продажами, с ценами. Вот. Потом оказалось, что в этой библиотеке не хватает, ну, это была история за 3 года, не хватает описания разметки товаров примерно 100 тысяч товаров. Да, у ритейлера. То есть, получается, они совершенно не знали, что у них продавалось, вот такой огромный кусок, да, там в 17-м году. 100 тысяч позиций просто куда-то исчезло. Да, и, собственно говоря, данных. Когда мы создаем такой продукт, который подразумевает прогноз продаж, там, оптимизацию цены, ассортимента и так далее, нам приходится работать с так называемыми табличными данными. Вот. И, собственно, машина обучения вот со своей такой глянцевой стороны, оно в основном, как бы, ну, основано на Success Stories работает с совершенно другим форматом данных. Это изображение, там, видео, это звуки и тексты, с которыми принцип работы совершенно другой. То есть, это объективно существующие данные, которые можно очень легко закодировать в однозначный набор байтов, да, условно говоря. Если говорить о продажах, ценах и прочей статистике, которые собираются внутри розничной сети, то там совсем другая история. То есть, во-первых, эти данные внутри, они зависят друг от другого времени, да, то есть там есть перемена сезонности, и если вы, например, начнете обучать свой алгоритм, и к вам в обучающуюся выборку попадут данные из будущего, то ничего хорошего не произойдет. Мы просто предскажем будущее. Да, мы предскажем будущее, а потом, когда модель идет в продакшн, она просто будет вести себя совершенно по-другому. Ну, предположим, вы разбили данные на те данные, на которых вы хотите обучить модель, и кусок данных, на которых вы хотите проверить точность предсказаний модели. Вы их убрали куда-то, и сначала модель учится-учится, потом вы доставите эти данные, даете модели, а она их берет и предсказывает там с 95-процентной точностью. Вы сначала радуетесь, а потом обнаруживаете, что там перемешаны недели внутри, да? Не факт. Это в целом о том, что на этапе построения моделей и так далее у вас могут быть разнообразные дата-лики, то есть вы можете случайно, вот вы предсказываете, например, продажи в штуках, а потом у вас есть какая-нибудь производная от этой величины там продажи в штуках, проданная по промо. Вроде бы это неявный Y, но вы его передали в обучение, на самом деле вы часть Y, о которой мы не знаем на момент предсказания, передали, или вы там передали какие-то лаги продаж, и потом обучились на 25-й неделе, а у нее есть лаги 24-й, 23-й, 22-й и так далее, а потом предсказываете там для 23-й недели какие-то, ну какой-то Y. На самом деле в других данных у вас уже может неявно быть эта информация. Ну да, есть хорошая лекция Юрия Гуца с iUkraine, как раз по разным формам даталиков, я могу потом поделиться, очень хорошая. Да, это утечки информации из будущего, так называемые, при обучении. Ну и сейчас, если вам не знакомы, это достаточно сложно так вот описать проблему, чтобы сразу разобраться в тонкостях, но просто поверьте, что есть такая проблема, да, есть некие авторегрессионные модели, которые очень точно предсказывают продажи на следующую неделю на основании предыдущих трех недель, да, но при этом эта модель больше ничего не может учесть, она опирается полностью на последние три недели, да, особенно если 50% товара продается ноль штук в неделю, 45% одна штука в неделю, 5% больше, чем одна штука в неделю. Все, вы просто получите модель, которая будет хорошо предсказывать нолики и единицы, но она ничего вам не скажет, например, о влиянии цены. Вот. Гетерогенность, то есть разрозненность, у них может быть разный масштаб, в том числе временной масштаб, может быть, ну, скинуты в кучу абсолютно разные форматы данных. Кроме того, для таких, ну, таких датасетов реальных, их гораздо меньше, чем обучающих датасетов тех же изображений или текстов. То есть поддержка от комьюнити гораздо ниже. Вам приходится, часто приходится самому пробовать кучу вариантов разных научных статей на эту тему минимум, и вы, собственно говоря, часто идете на ощупь. И, наконец, многие данные являются не фактическими, а интерпретационными. То есть, что это значит? Это значит, что просто розничная сеть решила, что эти данные нужно размечать вот так. Например, сегментация тоже. Является ли она выдумкой клиента или эта сегментация отражает дерево принятия решений покупателя? Вот с этим нужно разбираться. То есть, эти данные не являются фактами, по сути, они являются интерпретацией. фактами. Вот. И, собственно, что нужно сделать, если вы нашли данные у клиента, привели их в нужный формат реализационных таблиц, и теперь хотите обучить на них модель. Не так быстро, не так просто. Эти данные нужно обогатить дополнительными признаками, их нужно правильно трансформировать для того, чтобы модель завелась. И здесь очень важно иметь человека, который изначально может направить хотя бы в правильном направлении команду инженеров. То есть, если вы собираетесь оптимизировать, условно говоря, фуд-ритейл, и вы не знаете, как работает фуд-ритейл, например, какой там процент товаров, который продается по скидкам, какая оборачиваемость, что влияет, как работает реклама и так далее, то просто команда инженеров может потратить полгода-год на то, чтобы подобрать правильные дополнительные признаки и фичи. В то время как если вы наймете человека из того самого фуд-ритейла, какого-нибудь категорийного менеджера, он вам расскажет, как это работает, и это гораздо проще будет потом закодировать. И важная проблема, которая вроде как и не проблема, а где ваша целевая переменная, где Y, который вам нужно предсказывать, увеличивать и так далее. Ну, вроде как с одной стороны понятно, но не факт, не факт, потому что у нас были такие случаи, когда, например, мы взяли данные, написали алгоритм, запустили его в тестирование, как он влияет на продажи, и видим, что хорошо, выручка растет, и тут через две недели теста нам пишет клиент, говорит, классно, выручка растет, а почему профит падает? Говорим, подождите, мы же договаривались, что мы выручку увеличиваем. Он такой, вы знаете, я вот уточнил своего руководителя, нам нужно, чтобы профит рос. Он такие, ну, ладно, остановили тест, поправили, подкрутили, запустили, начал расти профит. Звонит клиент опять, говорит, ну, профит растет, а выручка почему падает? Говорим, подождите, вы же сами скажете, что профит надо увеличить, а они говорят, нет, нам важно и то, и другое. Одновременная многомерная оптимизация. Да. Вот. И такие проблемы, скажем так, более сложные, как нормализация и стандартизация с технической точки зрения, но кажется, это больше болит у Федора, да? И поэтому ему слово здесь. У Федора много чего болит. А скажите, пожалуйста, или еще лучше поднимите руки, кто из вас напрямую работает с машинным обучением, у кого та же боль, что у меня. Соответственно, вы знаете, что такое трансформация данных, категориальные признаки и так далее. Все остальные, скорее всего, об этом знают слабо и позволю себе несколько минут в этом рассказать. В зависимости от типа моделей, который мы рассмотрим в спойлер чуть-чуть позже, нам нужно по-разному подавать входные данные для модели и сделать с ними определенные трансформации, поскольку у нас практически все модели работают с числами, с числами в той или иной форме. И чтобы эти числа получить, нужно входные данные как-то трансформировать. У нас могут быть картиночки, у нас могут быть, я не знаю, там, название брендов, у нас может быть это продажа в штуках, может быть доходы в миллионах долларов. Стебное описание товаров. Стебное описание товаров, да, на сайтах с подарками и так далее. Все, что угодно может быть. И вот тут, в зависимости от того, какие модели вы выберете, какие данные вы используете, вам, скорее всего, ну, не скорее всего, а точно, придется некоторое время пострадать и настроить правильный при процессе данных, понять, что работает, что нет, параллелится оно или нет, можно ли его делать отдельно от следующих этапов, нельзя ли это делать отдельно, у вас все трансформации имеют какое-то состояние стейтфол или не имеют как стейтлесс. И основная боль часто в табличных данных это что делать с категориальными признаками, особенно с такими, в которых количество новых значений может добавляться достаточно хаотично и быстро, а также в которых много значений самих по себе, ну, например, количество брендов, то есть, это могут быть сотни и тысячи, и каждый день какой-нибудь хороший дизайнер может выпускать собственный бренд и его продукции будут продавать, например, в магазин вашего клиента. В связи с этим нужно понять, что с ними делать. То есть, все вот это нужно перевести в numerical формат, в числовый формат, с которыми ваши модели с большой вероятностью будут работать. Потом возникнет другая задача, как бы, чтобы они хорошо с ними работали, но это уже чуть позже. Ага, тут я передаю бразды правления Владимиру. Да, спасибо. Предположим, вы запилили модель, у вас есть прототип продукта, интерфейса нет еще, бэкэнда нет еще, но уже есть модель, можно тестировать. Вот, и предположим, вы нашли клиента, который вместе с вами готов пройти этот путь, проверить на своих продажах, работает это или нет. Либо у вас уже более зрелый продукт, но все равно вам нужно уговорить некую розничную сеть, заплатить вам шести-семизначную сумму за то, что вы вставите им какую-то программку. Так вот, для... Что лучше всего работает с точки зрения продажи данного продукта? Это демонстрация эффекта его, И как его продемонстрировать? часто для этого используется так называемое АБ-тестирование или метод тестовых и контрольных групп, когда вы с клиентом договориться, смотри, вот часть твоего бизнеса, где ты делаешь бизнес, как делаешь, а вот похожая часть твоего бизнеса, но между которыми нет перетекания продаж, похожая на твою, но тут работаем мы. И давай там через месяц встретимся и сравним результат. это называется АБ-тестирование, и для того, чтобы его правильно провести, нужно очень четко договориться об определении тестовой и контрольной группы, тестовая там, где работает алгоритм, контрольная похожа на нее, там, где не работает, тестовый и контрольный период, то есть, как долго вы будете замерять эффект и по сравнению с чем, да, то есть, вы всегда анализируете не абсолютные продажи, потому что это бессмысленно, из-за сезонности и так далее, а динамику, да, то есть, относительно чего продажи выросли или упали. И, ну, наконец, ключевой показатель. Опять же, вроде как очевидно, но не факт, не факт, да, клиент может передумать и сказать, что у него совсем другой или даже несколько ключевых показателей. И два примера буквально, как измерить эффект в разных ситуациях, даже когда продажи падают после внедрения вашего алгоритма. В первом случае предположим, что продажи выросли и там, и там, и в группе, где работают алгоритмы, там, где не работают, но в тестовой группе продажи выросли на 15%, а в контрольной на 5%. Соответственно, вы договариваетесь, заранее видите потом, что эффект от работы алгоритма это 10%. Другая ситуация. В тестовой группе продажи упали на 5%. Да, вот если вы что-то неправильно сделали, то все, можно закрывать проект, вы зря потратили время. Но, если у вас есть однозначно определенная контрольная группа, контрольный период, вы можете увидеть, что там продажи упали на 10%. Это значит, что вы смогли на 5% остановить падение продаж, то есть улучшить перформанс клиента. можно можно спросить какой-то более злой пример, что является от этого от этого от этого является консором. Да? Хороший вопрос. Отвечать не буду. Смотрите, чаще всего, если это кирпич, так называемый, то есть офлайн ритейл, то берется порядка 10 магазинов, которых работает алгоритм, и 10 похожих магазинов, но между которыми покупатели не могут просто взять и перейти через дорогу, да? Поэтому точек 10 там и 10 там, чтобы уравновешивать такие выбросы. То есть одну точку нельзя брать, надо, чтобы была выборка точек, так называемая. Да. Еще один пример. Взять часть категории какой-то, да, во всех магазинах сети и сравнить ее с другой частью категории, между которыми нет перетекания продаж. Но при этом схожая динамика. Да, схожая динамика. Ну, например, мужская и женская обувь одной и той же марки, у которой похожая динамика, или там, не знаю, близкая мне личная тема, это там подгрузники для такого веса ребенка, подгрузники для другого веса. То есть нельзя купить одно вместо другого. И повлияв на... Что, влияет? Ну, я думаю, в течение месяца она не сильно вмешается. Смотрите, если вы возьмете матрицу для сравнения, то вы по динамике доли, да, вот, например, доля женской обуви этой марки во всей женской обуви, и динамика доли мужской марки во всей мужской обуви. То есть вот перекрестное сравнение, оно позволяет учесть это. Извините, там раньше руку подняли. Ну, тогда все. Богдан, конечно, доброе слово и пистолет. Время не продавать и покупать а участвовать в результате. Да, совершенно верно. Да, да, да. Поэтому я упомянул про то, что вы можете пройти часть пути своего развития вместе с такими клиентами, которые достаточно инновационные, которые хотят быть первыми в индустрии, кто это попробует. И найдя таких новаторов, вы, скажем так, избежите кучи проблем с, не знаю, с негативом со стороны клиентов. Все равно не избежите, потому что внутри будет сопротивление вашему продукту, сопротивление подходу. Люди будут говорить, что я все понимаю, но мне страшно, кнопку не нажму. Или там я 20 лет в ритейле, а вы, собственно, чем занимались 20 лет, да? Вот, есть такое. Все это решается в диалоге открытости, честности. В принципе, если добавить, то работа с такими клиентами позволяет таким компаниям, как наша, в том числе анализом требований новых, новых хотелок, понимать, куда движется индустрия, что будет интересно, развивать какие-то новые фичи у продукта. То есть, это взаимовыгодное сотрудничество, и те, кто это поймут, и компании, которые предоставляют подобные услуги, и компании, которые хотят эти услуги получать, они от этого выиграют. Да? Идем дальше. Так, начинаем постепенно усложнять, да? А, у вас был вопрос. Нет, нет, не на глаз. Смотрите, есть простые, есть сложные типа анализа, когда мы убеждаемся, например, если там мы говорим про категории, что со встречаемостью этих товаров, она либо низкая, либо где-то в районе среднего, да? Ну, такой пример. С одним из клиентов мы обсуждаем пилот, и они говорят, ну, возьмите в качестве теста шампуни, а в качестве контроля кондиционер. Нет, стоп, нет, возможно, их покупают вместе. И увеличив продажи шампуней, мы автоматически увеличим продажи кондиционеров. Залазим в чеки и смотрим, что это из всех возможных комбинаций товарных групп, это две самых часто со встречаемых товаров. Соответственно, вы можете вырастить на 10% там и на 10% там. Или даже на 15%. И на 15% там. Вот. То есть, ну, анализ со встречаемостью это такой достаточно распространенный способ. Тут, если добавить, тут можно получать некоторые инсайты начальной точки от самого клиента, потому что клиент, кто, как не клиент, знает свой товар, его там какие-то характеристики, возможно, со встречаемости, но это всегда нужно проверять. Тут уже можно подключить статистический анализ, сравнение динамики, я не знаю, там, в том числе и на глаз. Если прям видно, что у них абсолютно одинаковая динамика, и у вас 3 года абсолютно одинаковая динамика, то почему нет? Ну, лучше перестраховаться и прости. Можно попробовать машинное обучение для сравнения групп товаров. Да, как мы делали тоже. Что делать? Ну, скорее всего, использовать rule-based, так называемый, то есть бизнес-правил. Да, машинное обучение. Нет, конкуренты непредсказуемые, вы никогда не знаете, что они учтят. Поэтому даже не надо пытаться. проверяемые обучения, по-моему, если использовать машинопроген в областном, для того, чтобы проверять машинопроген и проверяемые обучения, проверяемые обучения, что очень хорошо проходит для технических программ на новой и для технических и проверять на физические данные, смотрите, на начале рассказывания, когда вы готовите выборку, вы не обучаетесь, а можно проверяемые обучения. Ну да. Сергей, спасибо. Пришлите нам свое резюме. Если аналитический отдел клиента прошаренный, с точки зрения статистики можно усложнить эти метрики и добавить сюда расчет доверительных интервалов. И тогда точно поверят. Выглядит так, как поверят. аналитический интервал, можно подать клиента? Можно, да. очень интересно выбирать, кликать на категорию товара и смотреть, в каком кластере оно там, в каком измерении с другими встречается. Даже 3D-визуализация есть для этого. Можно самому же клиенту дать инсайд о его данных. Да. И они тогда будут начнут рекомендовать зонтики с плащами. Вот. Хотя сами до этого конечно же не догадались. Ладно, я думаю, что мы движемся дальше в целях успеть много. И начнем говорить про выбор моделей. Начну с простого и потом передам слово маэстро. Да, так вот, с простого. Линейные регрессии и прежде чем Владимир не начал, мы в целом тут говорим про предсказания регрессионных Y. То есть у нас в основном задача регрессии. Предсказываем 1, 2, 3, 4, 5, 6 или дробные числа, не предсказываем категоризацию. Купит, не купит. Хотя так тоже можно предсказывать. Купит много, купит немного. Купит, не купит. Ну, то есть два класса. Классификация и регрессия. То есть предсказание некого точного значения. Рассматривали. Мы их не придем. Да. Мы не только их рассматривали, но еще и использовали. И трогали их. Да, трогали. Линейная регрессия, да, это часто то, что сами пытаются сделать даже в Excel. Не знаю. У нас есть три точки данных. Давайте предскажем четвертую точку. Что для этого нам нужно? Линейная регрессия. Конечно. Да, то есть это алгоритм, который показывает такую прямую, которую можно проинтерпретировать как наклон продаж при изменении цены. То есть это так называемая эластичность. Здесь у меня например при увеличении цены на 10% продажи падают на 5% и при снижении цены на 10% то же самое на 5% они растут. И потом уже принимается решение товары эластичные неэластичные неэластичные меняют цену эластичные пытаются не трогать или запускают на них промо и так далее. То есть даже с такими алгоритмами можно сделать достаточно много. И как их усложнение это support vector machines которые представляют себя не прямую а кривую которые тоже можно в какой-то мере интерпретировать. и например когда мы пытались применять линейные регрессии и SVM для прогнозирования продаж это первый этап всегда то линейные регрессии давали точность предсказаний на следующий период порядка 50% и SVM и 60% сами понимаете слабые стороны но зато они быстрые легкие интерпретированные то есть их можно объяснить клиенту они обучаются гиперпараметры так называемые достаточно легко тюнить потому что их немного ну и минусы помимо слабой предсказательной силы нужно сильно заморочиться с трансформацией данных особенно категориальные данные это вообще отдельная история и наконец сидеть и заполнять правильно придумывать правила заполнения вислингов пропущенных значений так чтобы это make sense да ну поскольку на линейной регрессии в принципе прогресс в сфере машинного обучения не остановился можно продвинуться дальше и перейти например к следующему популярному классу это древесные модели буратино подобные то есть основанные на так называемых классах алгоритмов как деревья решений фактически это некоторые правила if then else в которых если вашему клиенту например выдать ему кредит или нет если вашему клиенту меньше 25 лет то если у него больше двух членов семьи то там и так далее в конце концов вы приходите в терминальную вершину идя под командирю решение где говорится выдать ему кредит или нет точно так же в регрессии вы там приходите в конце концов в какую-то терминальную вершину в которой есть наблюдения у которых например там средние продажи похожи друг на друга в чем их плюсы что алгоритм основанные на деревьях решений они в принципе часто бывают state of the art для табличных данных если посмотреть там для на кегл соревнования например такая платформа для машинного обучения где часто многие компании выставляют интересные соревнования свои проблемы в машинном обучении лучшие дата-сантисты мира их пытаются решить или забьюзить данные красиво чтобы получать приз но в принципе одно от другого часто неотделимо они не требуют нормализации и заполнения почти не требуют заполнения пропущенных значений то есть вы можете у вас там пропущен возраст клиента окей пропущено там еще что-то окей тут у вас в миллионах эта колонка там у вас эта колонка в десятках окей хорошо они устойчивы к аномалиям особенно такие штуки например как random forest вы строите набор достаточно глупых предсказателей а потом усредняете их их предсказание усредненное как ни странно дает отличный результат минусы в чем что само по себе одно дерево решений хорошо интерпретируемое но не стабильно а когда вы таких десятки сотни и тысяч объединяете теряют интерпретируемость также у них есть минус что для регрессии они не могут предсказать значение за пределами видимых данных на трене то есть если у вас например была максимальная продажа 10 а потом в новых данных появилось 100 то он у вас произскажет 10 как бы он ни хотел ну и в принципе таких алгоритмов реализации точнее как XGBoost можно добучать на новых данных но фактически вы тогда должны строить поверх старых деревьев еще новые 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 у вас модель в конце концов усложнится станет очень большой громоздкой станет работать медленно еще меньше интерпретируемой станет поэтому их можно использовать если ваша задача решается если у вас условно говоря данные стабильные предсказания ваши стабильные или вы вообще придумали как решать задачу регрессию через некоторые задачи классификации тогда они вам помогут потом же еще надо оптимизировать об этом мы потом поговорим тут возникают некоторые сложные проблемы то есть линейное время относительно линейности данных мы можем получить наше предсказание для трех точек оставить цену такой же повысить на 5% или там поднять опустить на 5 для тысячи товаров мы там получим тысячу в степени 3 а там для еще каких-то товаров мы получим очень большую точнее 3 в степени тысяча мы можем столкнуться просто с вычислительной невозможностью подборов по сетке а для нейронок там есть более хитрые подходы вычислительные графы там все более гладко ну да не гладкие предсказания у них то есть они такие квадратик гиперкубоподобные что дальше ну конечно же куда же без них нейросеточки перцептроны модные модели конвенционные сетки рекламные сетки ганы обучение с подкреплением все это классно если вы знаете как это прикрутить плюсы обычная state of the art в целом понемногу пейперов они находятся и запоминают неявной зависимости иногда которые даже людей удивляют последний рубеж светлых ожиданий а также как продажа клиентов то есть если вы говорите что у вас глубокое обучение диплернинг то скорее всего вы понимаете что вы делаете все классно они могут обучаться на новых данных это хорошо вы можете настроить там пачками данных подавать им на обучение данные на вход правда нужно будет с припроцессингом немного повозиться и они хорошо подходят для продакшена потому что есть целые готовые решения например на базе google cloud computing которые прям масштабируются горизонтально в которых вы можете там определенные конфиги и даже есть уже некоторые стандартные модели которые вы буквально импортите можете там что-то с ними сделать но они требуют прямых рук хорошее понимание того что происходит это черный ящик в плане интерпретирования хотя сейчас уже умельцы придумывают варианты как объяснить такие черные ящики кому будет интересно я могу об этом рассказать они имеют много параметров очень много чуть меньше гиперпараметров тут на тюнить их самому достаточно сложно но и для этого уже придумали люди всякие интересные штуки они требуют серьезной предобработки данных потому что они тоже не любят пропущенных значений они для сходимости любят одинаковый масштаб они не любят сотни в одной колонке миллионы в другой но и они обучаются дольше конечно чем линейная регрессия но это можно подправить за счет новых hardware решений таких как обучение на видеокартах найти пью в гугле или там просто красиво это распараллелить на 10 инстансов в каком-нибудь кластере перцептроны уже не модно поэтому мы идем в глубокие сеточки идем подключаем к ним глубокие сеточки и так пока памяти не хватит или желания опять потух хотя признаюсь начинали мы с перцептрона в экселе это был первый шаг данные первых клиентов тоже были в экселе так вот несколько советов относительно выбора моделей и алгоритмов первое и самое главное не усложняйте без необходимости если вы например не ритейлер а производитель то возможно вам хватит линейных регрессий поскольку портфель достаточно небольшой может быть да выбирая модели заранее постарайтесь узнать все плюсы и минусы например то что Филлер упоминал те же решения основные на деревьях они могут даже дать большую точность чем нейросетки с точки зрения прогноза но потом эту точность вы не сможете использовать в вашем продукте если ваш продукт по своей сути является не предсказательным а оптимизационным то есть решает оптимизационную задачу выбирайте разумный баланс одной здоровенной модели и нескольких моделей ну если задача является по сути она состоит из нескольких тасков то возможно подумайте над тем чтобы связать в такой некий пайплайн или ансамбль несколько моделей которые решают разные задачи как минимум их проще дебажить если где-то что-то поломалось то вы знаете что вот в этой части поломалось постарайтесь сделать блок в котором крутится модель модульным и с единым интерфейсом то есть если вам нужно что-то поменять или модель перестала выполнять свои функции вы вынимаете одну модель вставляете другой тип модели и от этого ничего не меняется она работает с теми же самыми командами fit transform predict и так далее и не забывайте о том что именно вы производите то есть если ваш продукт оптимизационный по сути не гоняйтесь за задачами например прогнозирования особенно долгосрочного и так далее и наконец тысячные в точности вашего прогноза их иногда очень-очень сложно достичь клиенту все равно уже он запутался окончательно а вы потратите очень много времени и вычислительных ресурсов на то что по сути на продакшене уже не так и важно важно в кегле не важно на продакшене вот и как пример многоуровневых моделей это модель первого уровня которая например предсказывает я не знаю лазер работает да например предупрабатываются данные в том числе даже здесь как мы говорили могут использоваться некие алгоритмы какой-то там word to weg условный да работает основная модель первого уровня получив эти данные она предсказывает целевую величину тот самый y например продажи в штуках затем ее забирает веса да забирает модель второго уровня которая предсказывает как изменится целевая величина и далее некий блокбокс блокбоксов которые собственно являются ноу-хау вашего продукта который скажем так лучше чем продукты конкурентов рекомендуют цены в нашем случае здесь не будем отвечать на вопрос а как это да и чем тензорфлоу применение клиентских ограничений это бизнес правила которые да вы накручиваете поверх того что выдала ваша сетка в качестве рекомендаций вот от качества бизнес правила от того насколько вы хорошо разбираетесь в предмете тоже очень многое зависит и финальная выдача то что забирает условный категорий менеджер в качестве финальных рекомендаций чтобы добавить по пункту великая тайна оптимизация в принципе не важно как и не важно чем лишь бы вы решали следующую задачу вы сделали модель первого уровня она у вас предсказывает целевую переменную например продажи в штуках но при этом она должна каким-то образом зависеть от переменных на которые вы влияете например на цены или на производные цены в таком случае вы знаете что если модель первого уровня словила взаимосвязь между изменением целевой переменной и вот этим блоком признаков например ценовых то вы можете подать это на модель второго уровня который будет использовать модель первого уровня как некий черный ящик которому на вход что-то он на выход тебе целевую переменную а потом неявным образом меняя внося некоторый шифт в эти параметры на которые вы как компания можете влиять например оптимизация цен а давайте поднимем на вот этот продукт на 10% цену посмотрим что изменится если здесь вы еще в принципе учете взаимосвязи этого продукта влияние цены этого продукта на какие-то другие группы у вас вообще все будет хорошо потому что вы тогда сможете вот такую волнообразную неявную зависимость моделировать изменяя на кондиционеры цену мы скажем что мы продаем больше шампуней и в принципе на них могут спрос тоже немного вырасти тут к сожалению уже не будем говорить о технических деталях это ваше ноу-хау и наше ноу-хау но если вы придумаете как это красиво сделать и прям динамически пересчитывать то у вас будет хороший продукт который собственно будет решать конечную задачу моделирование целевой величины которая нужна клиенту изменяя те параметры на которые мы можем влиять сейчас мы хотели бы сделать короткий перерыв на пиццу и отдохнуть немного последний предлагаем присоединиться к нам мне сейчас просто сложно понять что имеется ввиду под оффлайн тестом если это не эксперимент если это эксперимент то это уже лучше делать сразу в оба-тестировании а если это моделирование то тогда соответственно это не совсем оффлайн то есть не совсем тогда понимаю что такое оффлайн тест и его отличие от оба-теста да 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 то есть смоделировать каким будет возможный эффект от изменения цен само по себе трудоемкая задача да о про метрики у нас целый большой блок так что раз в тему Владимир слегка забежал вперед тут скорее других метриках метриках там для модели первого уровня для регрессионных метриках то есть не метрик которые мы трекаем для клиентов потому что не уверен что мы можем об этом рассказывать давайте продолжим если будут возникать вопросы пытаемся на них отвечать если не получается отвечать чуть-чуть подвинемся дальше возможно придумать как на них ответить за это время или подыскать подходящий ресурс для ответа да если говорить о модели первого уровня это та модель которая предсказывает целевой игрек вашего клиента например там продажи в штуках то тут у вас такое разделение может быть что использовать использовать Владимир уже говорил об использовании разных моделей для разных этапов например там сначала предсказать будут ли продажи или нет нолик-едничка для тех продаж которые будут предсказать уже в штуках вдруг такая такой пайплайн из двух моделей у вас будет работать точнее чем модель которая предсказывает и нули и целые числа или дробные числа положительные возможно вот стоит такой попробовать здесь же скорее о том если вы уже берете один какой-то этап решения например предсказания целевой метрики клиента целевой величины клиента допустим продажи в штуках то что с этим делать вот у него тысяча категорий все они вроде как не похожи друг на друга можно делать тысячу моделей вот как агенты смиты они будут в целом похожи друг на друга они могут лучше ловить отдельные категории но возможно вы столкнетесь с тем что у вас просто недостаточно данных чтобы эти модели словили эти зависимости я говорю о каких-то тяжелых моделях у которых новых гиперпараметров как нейросеточки можно конечно делать тысячу аримс арим просто основных сами на себе на игре и надеяться что все будет хорошо но мы не учим цены или делать какие-то простые регрессии возможно это подойдет если вы придумаете как потом выхода этих моделей оптимизировать дальше в принципе и в этом подходе есть свой минус что мы все впихаем в одну корзину в надежде что у нас работа у нас появляются например новые признаки которые кодируют бренды если мы хотим для каждого бренда одну модель или для всех брендов общую модель категории какие-то там возможно еще какие-то группировки магазины но есть шанс что такая модель обучившись на больших данных она сможет неплохо уловить все зависимости которые например не сможет уловить отдельно из этих моделей тут сложно дать какой-то совет нужно пробовать соответственно если у вас одна модель за ней легче следить прибираться ухаживать и так далее если у вас тысячи то тут нужно хорошо себе очень-очень хорошо настроить всю инфраструктуру чтобы что-то у вас не потерялось не переиспользовалось для другого бренда и так далее тут свои проблемы ну и те и другие имеют место на существование тут уже выбор не так очевиден нужно пробовать что предсказывать вот модель первого уровня что может предсказать простой вариант о котором я уже говорил это продажи например в штуках неважно целых или дробных чем придется столкнуться скорее всего у вас предсказание положительных продаж но у вас могут в продажи попадать те продажи которые вы бы не хотели чтобы туда попали допустим продажи сотрудникам списания которые проходят как продажи продажи с отрицательными значениями по нулевой цене и еще что-нибудь то есть это нужно решать например с клиентом убедиться что данных таких нет а если есть то проговорить например чтобы вам их не передавали как вариант потому что вы предскажете не то что нужно вы предскажете шум на который вы ценами менять на который вы ценами влиять не сможете потом вам как и для других в принципе игреков нужно будет сделать выбор подходящих интерпретируемых желательно метрик для сравнения качества модели либо с собой либо с другими моделями либо для того чтобы показывать клиенту ну и конечно же выбор уровня агрегации для предсказаний возможно одним клиентом нужно делать предсказание изменения цены с точностью до там скю для кого-то это может быть я не знаю для всех типа обуви с конкретными характеристиками для кого-то это может быть предсказание в зависимости от партии кокаина в граммах то есть все может быть по-разному тут нужно придумать как их агрегировать как ваши фичи агрегировать потому что могут возникать неявные вопросы как потом агрегируя вот эту информацию использовать ее для того чтобы менять цены то есть вам возможно нужно будет агрегировать чтобы сделать предсказание вот слишком спар с продажи слишком много нулей и вам нужно например объединить до группы но у вас возникает другая проблема как потом спустить обратно до продукта есть другой вариант например предсказывать реванью штука деньги опять же вы столкнулись с тем что нужно учитывать только ту часть величины на которые влияет производимое действие те же метрики что еще тут важно уровень агрегации никуда вас не покидает возможно вам также нужно будет предсказывать вот такие штуки иметь онлайн-инвертор разных валют на этапах train с инференс потому что вам нужен общий знаменатель с большей вероятностью либо же несколько моделей каждый из которых предсказывают для своей валюты также вы здесь предсказываете составную величину которая зависит от объема и цены или производных от нее соответственно вы предсказываете то что вы неявно будете менять возможно это не самый хороший вариант ну и если вы используете цены в этом блоке то какие именно цены используют полочные промо цены которые клиент видеть чеки закупку как-то учитывать закупочные и так далее свои проблемы свои решения но возможно вас получится это делать ваш вариант да то есть y может быть на самом деле каким угодно клиенты могут иметь разные хотелки но при этом мы должны понять что что это такое какой его домен какие какая область возможных значений вы должны понять какую часть этой величины вы собственно говоря должны оптимизировать на какую часть вы имеете влияние возможно он у вас вычисляемый то есть вам они передают вам нужно как-то вычислять а для будущего вам нужно его как-то предсказывать например если цены на полке могут быть известны на завтра даже не есть каком-то каталоге и мы можем менять то например там продажи в деньгах неизвестных нужно как-то предсказывать новые проблемы ну да как в ситуации с регулярными выражениями если вы решили при помощи регулярных выражений через две проблемы если у вас новая метрика новый домен у вас две проблемы то есть придумать как адаптировать под старое и понять что это за новый домен что предсказывать по-хорошему ваша модель должна предсказывать то что клиент просит из продажи выручка процент маржинальности зависимости от изменений выбранных факторов данном случае с компьютера это изменение цен и производных и цены мы рекомендуем клиенту изменить цены на товары или блоки товаров чтобы сумме нет это выиграли например увеличили выручку или не уменьшили маржу или оставили продажи в штуках на увеличили продажи в деньгах зависимости того что ему важнее как предсказывать тут собственно говоря великое таинство для каждого конкретного клиента и для каждой для каждой конкретной компании которая занимается подобными вещами здесь некоторые оптимизационные задачи пространстве изменяемых параметров моделей то есть вы меняете параметры модели на которые вы можете влиять но коммуницирует а клиенту и вы должны учесть это влияние на конечное на конечную величину которую предсказывается модели первого уровня если вы это хорошо сделаете учтете какие-то кросс зависимости у вас будут достаточно стабильные предсказания и вы сможете и на пилоте не только убедиться что такой подход работает лучше например чем сотни категорийных менеджеров которые которые друг с другом не коммуницирует но при этом оптимизирует каждый внутри слова маленького гиперкуба данных клиента ну и чем лучше есть это моделировать тем больше ценности принесет ваш продукт потенциальным клиентам неважно и тупи битте в зависимости от какой задачи вы решаете хотел много поговорить о метриках метриках регрессионных для задачи для решения задачи первого уровня для этой модели которые предсказывают допустим продажи в штуках не знаю насколько будет интересно не технической аудитории могу коротко коротко по ним пройтись что вы можете оптимизировать что можете использовать прямо из этого как метрики старый добрый массе мин square террор не квадратическая ошибка мы просто берем все наши продажи все все наши предсказанные продажи отнимаем их от настоящих продаж возводим в квадрат суммируем и вычисляем из это средняя классная тема реализована почти везде глобальный минимум гладкая от нуля до плюс бесконечности можно использовать и как лосс и как метрикс но как метрикс как метрика она не очень потому что она не ошибки она чувствительна к выбросам на больших неправильных прогнозах она занижает качество модели на зашумленных данных но вот этих больших ошибках шкала абсолютная она не интерпретируем потому что это квадрат объясняемой величины и в принципе по ней сложно сравнивать модели на разных подножствах данных потому что здесь у вас продажи в единицах там продажи в сотнях если вы захотите понять команды лучше вы этого не сможете сделать чуть более хороший вариант корень из всего этого что он делает он приводит нас из квадратической величины в величину собственно говоря вашей метрики то есть если вы продаете в штуках то это в среднем и будет отклонение в штуках она уже более интерпретируемая она выражена в той же шкале что у y по-прежнему она серенцируем она хороша для оптимизации она имеет тот же минимум что предыдущая метрика может использоваться уже как лоссы как метрик более разумно но по-прежнему не те же те же проблемы то есть если вы будете одну модель обучать на сотнях тысячах а вторую на десятках то вы не сможете сравнить друг другом понять что из них лучше но и также не показывают поскольку это симметричная на больше как функция оптимизации используется не показывает перепредсказывания недопредсказания потому что она симметричная мин и absolute error средняя ошибка по модулю в принципе она как и предыдущий метрика она имеет ту же шкалу что изначальные данные то есть это среднее недопредсказание штуках она достаточно легка для подсчета она менее чувствительна к выбросам чем м с е чем первое потому что ошибки у нее не квадратические чем вот эта метрика у нее как и у всех других есть свои минусы если предыдущие метрики оптимизирует среднее лучшее значение для нее это средняя то здесь лучшее значение это некоторых смысле медиана она может использоваться и как лосс и как метрикс чем минусы например мира сетевых на не дифференцированная в нуле за счет абсолютной шкалы опять же в разные модели по ней несравнимы и не показывает направление ошибки не дифференцированная в нуле это проблема такая может быть только там для градиентов по сути у нас в машинном представлении абсолютно нуля нет мы никогда в эту точку не попадем на вас могут ваши оптимизаторы вылетать если только размеры шагов не изменять при движении к точке глобального минимума чуть более хорошая метрика это рмс е средне квадратическая ошибка в логарифмической шкале что мы делаем мы берем логарифм от наших данных добавляем единичку чтобы у нас логарифм был определён ну или какую-то константу и точно также вычисляем среднюю ошибку квадратическую берем из этого корень но уже в трансформированной лог шкале что тут хорошего в принципе минимум у нее тоже есть она менее чувствительна к выбросам чем рмс е или мая она уже фактически сравнима для разных моделей потому что он оптимизирует в некотором смысле процент отклонения например у вас рмс е ошибка для предсказания в миллион когда на самом деле 500000 будет равна примерно предсказанию 10 когда у вас правильный ответ 5 некоторым смысле оптимизирует процент отклонения может используется и как лосс и как метрикс тут уже некоторая сравнимость появляется минус в том что если у вас есть отрицательное или нулевое значение вы должны все это трансформировать и прибавить единичку а потом если нужно перейти в изначальную школу она не симметричная она и на не показывает направление ошибки это все были метрики от нас абсолютная то есть например в той же величине что и предсказанная нами величина y либо же этом в квадрате как сама первая метрика была теперь можно перейти к процентным метрикам насколько мы в процентах например не угадали от наших предсказаний одна из популярных метрик это среднеквадратические среднеквадратическая процентная ошибка она уже вычисляет процент она интерпретируема она выражена в относительной шкале имеет глобальный минимум здесь во всех примерах использовал допустим ground трус y это опять соответственно меняя по оси x предикшены которые выдает наша модель мы смотрим назначение ошибки назначение ошибки при разных предикшенах что в ней хорошо оптимизирует взвешенное среднее она имеет глобальный минимум она не симметрична относительно порядка недо и перепредсказаний в ком-то смысле лучше предсказывать не до не до продажи чем перепродажи то что при предсказании не до продаж у нее глобальный максимум в единице сто процентов имеется ввиду что если мы предскажем 0 то ошибка будет сто процентов если мы предскажем сто раз больше ошибка будет сто раз больше процентов то есть она любит недопредсказания и она также не определена при игре к равно ну то есть нужно либо добавлять какой-то маленький epsilon либо просто смириться с тем что начнут какой-то момент у вас было было хорошо метрика падала 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 потом появилось на наблюдение которое вас добавляет некоторые флуктуации есть следующий тип похожий на предыдущий тоже относительной мапы это та же средняя ошибка но в абсолюте в процентах она тоже интерпретируема она тоже имеет глобальный минимум на оптимизирует взвешенную медиану симметричной относительно процентной шкалы то есть не до предсказания или при предсказаниями например на 10 процентов у нее симметричны она не симметричная относительно порядка недопредсказания то есть например если вы перепредскажите в 10 раз ошибка будет не такой же как если вы не до предскажите в 10 раз ну и она как и предыдущая любит не до предсказывания взрывается в нуле потому что у нас знаменатель превращается в ноль с этим можно бороться эта метрика есть из коробки в большинстве решений например в джи бусте в сеточках например в пакете керос она есть она используется и как лоссы как метрика то есть по ним можно прям тренировать сеточки но будьте готовы что у вас модель будет оптимизировать эту метрику стабильно недопредсказывать 10-15 процентов нужно что-то с этим делать попытались исправить недостатки этой модели добавить к ней пункт симметричная получилось не мапа с мапа здесь на формуле приведет один вариант для простоты и для того чтобы она выходила сто процентов я бочку эту убрал из оптимизации потому что константы не влияет на оптимизации она по-прежнему интерпретируема она процентная выражена в относительной шкале глобальный минимум у нее есть темизирует по-прежнему тоже только чуть-чуть по-другому уже не имеет взрыва когда у нас настоящее значение 0 менее чувствительно к выбросам она уже симметрично и относительно порядка недопредсказаний перепредсказов 10 раз и в минус 10 раз то есть недопредсказов 10 раз вы получите одинаковое значение минусы что она не симметрично относительно процентной шкалы ее форма примерно как rmsoe в относить в абсолютной шкале от хитрая минусы да она несимметрично и она взрывается теперь уже только при одновременном предсказании то есть когда у вас настоящая целевая переменная 0 и предсказанное значение тоже 0 тут можно конечно как какой-то кастом на прослойку сделать например если это 0 и это 0 то возвращать и как-то это внедрить в метрику нужно быть готовым что у вас будут некоторые проблемы с этим есть более экзотические вещи которые призваны фактически исправить недостатки предыдущих моделей например не дифференцируемым в нуле мая сделать дифференцируемой около нуля а дальше использовать как мсе соответственно комбинацией двух вышеперечисленных метрик занимается метрика хубер у нее такой же более сглаженный вид снизу все дифференцируема хорошо комбинация плюсов тоже глобальный минимум у нее есть используется как лоссы как метрикс но как метрикс условная интерпретируемая симметричная но тут появляется гиперпараметр дельта который или нужно подбирать на данных и здесь там через кросс валидацию или заранее смириться с тем что вы выбрали каким-то и все теперь оптимизируем вот таким ну и не интерпретировано как я уже говорил раньше что по-прежнему шкала здесь относительно и причем какая то еще более экзотическая штука лог косинус гиперболический мы переходим в другое пространство мы берем хитрою относительно хитрую функцию знает может и они и каждый день используют мы берем косинус гиперболический который через экспоненты вычисляется выберем от этого логарифм у нас появляется такая достаточно гладкая оптимизационная функция для маленьких x на это примерно как квадрат для больших это как модуль то есть почти как мая минус какая-то константа фактически можно сказать что это метрика комбинирует плюсы предыдущих дважды дифференцирован в отличие от предыдущей метрики симметричной сложнее считать чуть больше вычислительный граф интерпретированность по-прежнему ромает есть еще целая куча других метрик которые можно использовать для сравнения прогнозов самим собой для доли объясняемой дисперсии тут на мапе есть целое семейство моделей которые навесили вес которые навесили так называемый портфолио error среднее предсказание в целом есть метрики которые там основаны на сравнении прогноза самим собой но относительно какого-то бейзлайн прогноза и пока вы это считаете действительно уже людей заниматься полезными делом пишут новые метрики выкладывать статьи на архив возможно там уже есть прям в этот момент хорошая какая-то метрика которая имеет одни достоинства не имеет недостатков интерпретируемая как лосса как метрика симметрично относительно всего что только угодно и позволяет сравнивать друг с другом это такой более research point тут нужно смотреть возможно для вашей модели подойдет и и и массе первая сама метрика если вы придумаете как правильно взвешивать наблюдение если вы придумаете как решать ее проблемы и так далее возможно вам подойдет что-то экзотическое или даже не знаю придумать функцию самим возможно какую-то комбинированную метрику есть или использовать например не рассеточках мульти лосс то есть у вас есть несколько выходов из сети с разными ошибками вы их по-разному взвешиваете больше всего наказывай за недопредсказывание чуть меньшее наказывает за неправильный знак предсказания сказали больше а на самом деле меньше потом не до предсказу если она там или там штрафу если она что-то там делает еще и таким образом вы можете как-то плюсы и минусы одних метрики моделей комбинировать что можно посоветовать да как я уже говорил конкретно задача требует конкретных метрик и нужно это учитывать то есть если у вас достаточно простой метрики не обязательно какие-то гиперболические пространства что-то там делать может этого хватит можно пробовать не менять метрики менять целевую переменную добавить не константу чтобы можно было взять логарифм нормализации значений чтобы центрировано было относительно нуля логарифмирование если у вас там продажа слишком большие вы хотите все-таки мася использовать и вы не хотите больших взрывов на неправильно предсказанных значениях и используйте до более стандартной метрики можно взвешивать ваши волосы сделать их взвешенными относительно конкретных наблюдений таким образом вы можете подмешивать бизнес поправки будьте готовы например метриках потери интерпретируемости в идеале ну как в идеале это было бы действительно хорошо подбирать функции которые хорошие в роли вас и интерпретируемые как метрики мы такие тогда могли сразу выход модели на валидации считать как нашу метрику и смотреть если она там в каком-то допустимом коридоре это у нас хорошо можно идти дальше если нет там придумать что с этим сделать ну и следить за исследованиями и публикациями по заданной теме надеюсь потому что есть метрики которые придуманы были давно но есть начиная с недавнего времени там 90-х годов двухтысячных годов варианты как все это поправить на одних татасы так работа для них работают для кого для кого-то это работает на временных рядах для кого-то это просто работает когда у вас задача регрессии нужно там что-то предсказать для одних это работает статье вы проверяете она не работает для вас все таки надежда есть но тоже не стоит сильно обольщаться возможно там слишком слишком такие получается у нас ресерчные статьи которые неприменимы пока что к реальным данным но следить стоит по валидационной стратегии как оценивать ваши модели первого уровня допустим кто не знает что такое валидация зачем она нужна окей в общем валидация выводить расстреливать прям здесь конечно да да можно конечно не делать никакой валидации сказать мы знаем как наша модель что она очень классная у нас не будет никаких ошибок на новых данных никаких странных аномалий и так далее все классно вообще не использовать валидацию я знаю некоторых людей которые так делают но и как ни странно это помогает но это скорее исключение из прав есть вариант стратифицированные стратифицированное разбиение это значит что вы ваши данные допустим в хорошем варианте если они без временной структуры и порядок них не важен вы разбиваете допустим на пять групп на четырех обучаетесь на 5 тестируйте на тех данных которые модель не видела и проверять его в общающую способность потом на первом втором третьем пятом обучаетесь на четвертом тестируйте собирайте все такие варианты и получать их ошибку и и отклонения но если у вас временная структура из данных то вы можете смешать в кучу коней людей получить бородино ставил такой с этим нужно аккуратно делать можно делать временную валидацию например берете время прессовать берете вот ваши все данные вы можете делать следующим образом например брать один кусочек для трена несколько месяцев брать один месяц для тестирования о хорошо потом сместиться на один месяц взять достаточный кусок для трена кусочек для валидации посмотреть как изменилась ошибка протестировать пойти дальше можно фиксировать левый конец то есть каждый раз обучаться все на большем и большем кусочки данных и тестировать на каждом следующем месяце и собирать эти ошибки и усреднять и понять например что у вас если ошибка уменьшается со временем при добавлении новых данных возможно это хороший признак и значит о том что ваша модель учит все новое и зависимости и предсказывать все лучше и лучше а может не значить просто данные становятся все проще и проще допустим все константные она хорошо предсказывает научилась предсказать константные метрики классное все хорошо то есть тут нужно еще смотреть на распределение целевой переменной во времени вдруг она вас меняется и вас метрики хорошие это хорошо вдруг она вас меняется становится константным метрики становятся хорошие возможно стоит задуматься что случилось вдруг у вас магазин закрылся вы предсказываете для и вы предсказываете, что он будет что-то продавать. Клиент уже закрылся, вам тоже не присылают платежи, и вы предсказываете. То есть это такая штука коварная, можно не остановиться, да. Можно делать групповую валидацию. Допустим, вы берете всю временную ось, у вас 100 магазинов, вы берете 99 магазинов, или 95, на них обучаетесь, а на 5 тестируете, чтобы учесть все месяцы, все праздники, все временные зависимости, возможно, и смотрите, как у вас получается. Можно комбинировать это, комбинация вышеуказанных, да. В принципе, эта ссылка на презентацию, которая вам придет, она будет кликабельной. Тут переход на третью лекцию нашего клуба, Ukrainian Data Science Club, мы читали курс для киевских студентов, да, некоторые из них сидят в зале даже, и работают в хороших компаниях уже, так что он не зря, рекомендую. Он абсолютно открытый, свободный, прикольный. Некоторая лайт-версия Open Data Science курса, адаптированная под киевские реалии. Тут можно посчитать про плюсы и минусы всех этих валидационных стратегий, понять, когда он стоит использовать, когда он стоит, даже с некоторыми примерами. В виде U-Python ноутбук, для тех, кто работает с Python, им вообще это будет приятно и несложно. Узкие места в инфраструктуре. С одной стороны, хорошо, когда вы настроили модели, все работает, все вроде классно, но вы там протестировали ее на каком-нибудь маленьком датасете, который у вас на локальном компьютере, и все хорошо, а у клиента на самом деле миллион раз больше данных, чем вы тестировали, они не влазят ни в оперативную память, ни вы даже берете самый хороший инстанс в гугле, там с терабайтом оперативной памяти, он и туда не влазит. В общем, что делать? Говорить, что this is fine или бегать по кругу, зависит от того, насколько у вас много узких мест и как вы придумали их решать. Я, конечно, у мамы Data Science ML-инженер, поэтому тут такие советы достаточно простенькие. У нас другие ребята этими вопросами занимаются, но тем не менее, из того, что можно сказать, это следующее. Вот на этом слайде я передам образы управления Владимиру, потому что это клиенты ориентированы. Спасибо. Да, такая больше организационная часть или комментарии организационные. Во-первых, если у вас очень разные клиенты из разных индустрий, с разной структурой продаж, бизнеса, то, возможно, вам нужно будет проводить с ними предварительный ресерч, возможно, много времени нужно будет потратить на то, чтобы провести их данные и для этого не очень хорошо использовать Data Scientist, потому что можно распугать клиентов. Нужен штат интеграторов, Data Integraторов, которые будут, с одной стороны, доменными экспертами, с другой стороны, могут выполнить запрос в SQL, и, соответственно, они будут общаться с этими клиентами и пытаться их приводить к общему знаменателю. Второй вариант. Можно себе выбрать какую-то узкую индустрию, например, сказать, я там сфокусировался на fast fashion, и все. Я делаю только fast fashion, потому что у меня есть ноу-хау для этого, и этот продукт больше ни на какой другой индустрии не работает. Поэтому я буду там. Ну, или найти разумный баланс путем создания сотен или тысяч фичей, которые пригодны для большого количества рынков, индустрий, форматов клиентов и так далее. Но на это, естественно, нужно потратить не один день брейнштормов и не один месяц внедрения, ну и методы проб и ошибок. Либо же найдите клиентов, которые скажут, да мы сами все сделаем, мы вам будем выдавать данные в том виде, в каком они вам нужны, чуть ли не в TF Records, да, которые... Да. Ну, а вы их уже скармливаете в модель и следите за себя, спокойно занимаетесь другими проектами. Вот такие варианты. И еще пару слов скажет Кадр. Может, даже пару десятков. Был от кого-то запрос из слушателей по поводу Google Cloud Platform. Собственно говоря, мы ее используем. Я на некоторые постарался тут ответить, возможно, не на тот, который задавался, но тем не менее. Есть следующая проблема. Вот у нас много крупных клиентов, у них еще больше данных, а мы там привыкли работать на одном инстанции, у нас есть какая-то, собственно, революционная СУБД, но она все уже переполняется, все запросы отрабатывают очень плохо, нам нужно делать предсказания два раза в день, а у нас модель считается месяц. Даже не модель, а просто данные. Вот он нам залил новые данные, мы их обновили, месяц прошел. Что можно сделать? Можно создать так называемый проект под каждого, допустим, в BigQuery, и лить данные туда горизонтально, то есть 100 проектов или даже 100 отдельных брендов клиентов, я не знаю, или там магазинов клиентов, вы под каждым из них создаете свой проект, и с каждым можете работать, смасштабируйте более-менее горизонтально, а ваши затраты растут тоже линейно. Можно перейти к альтернативным БД, там Google BigQuery, это по работе скиль подобное, на самом деле немного новый скиль, она поддерживает дистрибуцию, она поддерживает параллельность и так выполнение разных запросов, разных кусочков запросов, но имеет свои ограничения. Возможно, вам подойдет именно не стек Google Cloud Platform, а там амазоновский стек или еще какой-нибудь, нужно пробовать. Возможно, вам подойдет чисто новая скиль база, какая-нибудь, Кассандра, еще что-нибудь. Можно, если у вас есть понимание, что данных на самом деле всего лишь не намного больше, чем вы сможете переварить, вы можете повысить топовость вашей клаудподписки, более мощные инстансы, больше оперативки, если в этом действительно проблема, вы знаете, что все больше, чем 50 гигабайт оперативки, или датасет больше, чем 50 гигабайт у вас не будет для клиента. Ну и, конечно же, допустимые расходы, если это позволяет. Но по-хорошему об этом нужно было бы подумать до заключения договора с клиентом. Ну и такой пункт-подорожник, если есть возможность оценить ваш масштаб проблем заранее, вы можете проследовать это на предмет, есть уже, может, какое-то готовое решение или прям стэк готовых решений, которые вашу проблему трансформируют в то пространство, в котором у вас нет ни перерасходов по памяти, ни memory error, и затраты нормальные. Ну, это если есть. Поправили, но все равно не помогает. Возможно, вы слишком много данных у клиента запрашиваете, которые по-хорошему вам не нужны. У вас же не цель воссоздать у себя хранилище данных, всех данных клиента, если вам нужно, например, для предсказания продаж что-то, но не нужны, например, телефоны клиентов, клиенты, там еще что-нибудь, информация, мета-информация какая-нибудь. То есть тут нужно убедиться, что вы принимаете от него на свою интеграцию ровно то, что вам нужно. Возможно, вы, кстати, можете от него принять предагрегированные данные. Сейчас, минутку. Например, если у него там есть группировка понедельно, и он никогда не хочет это менять, ну, не верьте, он захочет это поменять, но все равно на этот этап вам можно, например, от него запрашивать данные в какой-то агрегации. И вы можете на своем этапе это делать на своей стороне, перед тем, как крутить дополнительные таблицы, дополнительные модели. Если это можно сделать на его стороне, это будет еще лучше, потому что он будет присылать данные быстрее, меньше, вы будете меньше тратить на инфраструктуру, он будет меньше тратить времени на пересылку и тоже на слежение за всеми этими вещами. Что еще может быть? Датасет создали, с грехом пополам данные записали, но теперь вот с текущими моделями у вас там на обработку, трансформации данных, обучение, понадобится год, например, или он не влазит в память, вы не знаете, что с этим делать. Что можно попробовать? Для трансформации вы можете использовать дешевые, так называемые, стателлась трансформации, которые не хранят в себе никаких состояний, хеширование данных, например, или перейти на быстрые языки. То есть, если вы делаете это все циклами в Python, то невозможно, можно это делать параллельно и на Яве, или там на C++. Можно использовать цемплирование. Допустим, вам нужно обучить просто хорошую модель, которая предсказывает продажи, а у вас миллиарды технаблюдений. Возможно, вам достаточно будет по кривой обучения миллионов, а миллионы уже влезут вам там в большой инстанс, и все будет хорошо. Можно подумать, все ли фичи вам нужны, если у вас тысячи, сотни признаков, влияют только 10-20, возможно, вам стоит лишнее выкинуть, вы сразу себе освободите кучу места, и в датасете у вас будут получаться очень маленькие датасеты, очень узкие, но при этом они будут иметь хорошую обобщающую способность модели, которые обучены на таких датасетах. То есть, вы трейд-оффом все решаете много проблем. Ну, или же переходить, например, на Google Cloud ML, соответствующие модели, которые поддерживают обучение, которые поддерживают дистрибутивность. Вы можете себе скейлить, как нужно, сказать, откуда данные читать, что с ними делать, за какими-нибудь метриками следите, потом все это сливаете в одну модель, у вас все хорошо. Как вариант подрожника, вы можете отдать предпочтение просто менее крупным клиентам. То есть, брать клиентам Amazon, например, ну, это рискованно, или какой-нибудь Amazon, или что-нибудь в подобном смысле, Alibaba, да, оптимизацию конкретных B2C решений. здесь, возможно, это чуть больший кусок, чем вы можете пока что переварить, и может до него стоит дорасти, чем брать, пометиться на что-то, и потом говорить, блин, вы знаете, вы хотите предикты каждый день, а у нас где-то через два года мы вам ответим, сможем мы решить вашу задачу или нет. То есть, об этом тоже стоит подумать желательно заранее, можно даже так схематически оценить, для тех, кто хорошо знаком с регуляционными базами данных и так далее, можно оценить узкие места, понять, какие объемы он может данных вам передать, если вы с клиентом пройдете брифинг, он расскажет, что у меня 100 магазинов, в них тысячи товаров, каждый день по ним такие-то продажи, вы можете уже даже здесь прикинуть относительно своей инфраструктуры, сколько времени это займет, сколько в деньгах это займет, в гугле есть калькулятор, который может показать вам, сколько вам будет стоить аренда того или иного хранилища, аренда того или иного пространства в базах данных и так далее, то есть можно оценить грубо, но достаточно точно, чуть ли не в половину, сколько это будет вам стоить. Конечно. Еще Google Cloud, вот мы недавно посмотрели и поняли, что хранение абсолютно всех данных за три года украинского ритейлера средней руки будет стоить в районе 100 долларов в месяц. Скажем так, не хранение всех данных, а хранение всех данных, которые нужны для нашей цели, но это, тем не менее, большие объемы даже на ритейлерах средней руки. Что еще может возникнуть? У вас все настроено, интеграция есть, модели есть, работают, но они хотят предикты 10 раз в день, а мы не можем. У нас там оптимизация занимает, я не знаю, 6 часов, а мы должны делать это 5 раз в день. Ну, 30 часов уже слегка вылетаем, нужно или на другую планету переселяться, или что-то с этим делать. Можно разбивать товары на классы, какие-нибудь не пересекающиеся. Можно перейти к более простой модели. Возможно, у вас узкое место в том, что оптимизация проходит быстро, а вот предикты модели первого уровня проходят долго, или трансформации данных проходят долго. Попробуйте распараллелить это, если оно параллелится, перейдите на GPU, если это сеточки, или на TPU, если это возможно. Можно перейти, опять же, на масштабируемый горизонтальный Cloud ML соответствующей модели и говорить, нужно инференс 100 частей, давайте сделаем 100 каких-то устройств, они нам будут делать 100 чанков, потом эти предикшены объединять, и мы будем куда-то их клиенту на UI выдавать. Ну и, конечно же, есть вариант перетереть, договориться, давайте мы будем делать предикт не раз в день, а раз в две недели. Ну и договориться о новых суммах. Тоже вариант, на самом деле, почему не вы повысите стоимость при этом, ведь мы же знаем, как работает ценовая эластичность. Что еще может быть? Все работает, все хорошо, inference, train вы успеваете делать, но при этом у вас чеки, там, с измеримой чеком клиента. Тоже неплохо, можно работать за еду, можно работать на благотворительность, но возможно мы сможем что-то оптимизировать. Что можно сделать? Допустим, у вас есть какой-то инстанс, вы на нем вычисляете два раза в день, а два часа он у вас висит непотушенный, вы за него платите. Может, стоит его потушить или настроить какой-нибудь планировщик задач, который будет по требованию запускать, что-то там делать, как только расчеты прекращают, оно утушит, вы платите в 11 раз меньше. То есть, гвозди микроскопом забивать это не наш стиль. Если, например, вы храните какие-то данные, эти данные временные, и они создаются в каких-нибудь анонимных таблицах, то вы можете просто ставить, если говорить просто Google Cloud Platform Expiration Date у файлов на сторидже или в таблице в BigQuery, чтобы, если он вам не нужен будет в течение месяца, он сам благополучно удалился, вы перестали за него платить за хранение. Вы можете разместить, ну и должны, в принципе, разместить по-хорошему все ваши инстанции, все ваши клауд-решения, BigQuery, Storage в одном регионе или зоной, например, Европа или Южная Америка, все Америка или Азия, чтобы у вас были минимальные затраты, максимальные пропускные способности между инстанциями этого региона, и чтобы вы не платили за пересылку внутренних данных, например, из BigQuery на Storage вы не платите за пересылку данных, если они у вас находятся в одном регионе. Ну и, конечно же, если говорить там о, допустим, о SQL-трансформациях данных, вы можете написать запрос, который делает крошь джойн двух таблиц, а потом из нее что-нибудь выбрать. Допустим, в такие BigQuery вы платите за гигабайты от трансформации, то есть, если у вас для выполнения этого запроса нужно будет терабайт данных или петабайт данных, во-первых, будет очень долгим, во-вторых, вы заплатите за не очень много. возможно, можно сделать все как-то получше, создать несколько временных таблиц, потом из них джойнить что-то там по условию, в общем, избегайте плохих затратных операций, лучше распараллельте, ну не распараллельте, точнее, разбейте компетенции вашей команды, скажем так, на людей, которые знают, как хорошо решать один из этих вопросов, ну или несколько, то есть, чтобы у вас не был один человек, который, скажем так, относительно плохо умеет решать все задачи, лучше взять несколько людей, которые будут хорошо решать каждую свою задачу, объединить их в команду и сделать кросс-компетенции, это будет хорошо, и сэкономит вам затраты на инфраструктуру, вы сможете менять еще больше клевых ребят, приехать в какой-нибудь интересный офис, настроить чат-ботов, которые будут переговариваться, параллельно у вас на втором компе будет Greenforcement Learning читаться, и все классно, а потом вы выкупите Boston Dynamics, Amazon и так далее, то есть, все это от неэффективных затрат в том числе. В принципе, по нашему блоку это все на сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok